Доброе утро, уважаемые трейдеры! ФРС нам, как спекулянтам, относительно планов по ужесточению денежно-кредитной политики и того, что может произойти, разумеется, скосом американского доллара. Сразу хочется сказать, что динамика постей была более, скажем, заметна, чем сравнение с реакцией на обычные отчеты, но все-таки это не та волатильность, на которую мы изначально настраивались. То есть, может быть, всему виной то, что после этого заседания не состоялась пресс-конференция. И, возможно, трейдеры решили отложить именно охоту отыграть это событие на то заседание, когда следом за фактическим решением на вопросы будет отвечать Джером Пау. Напомню, что состоится оно уже в следующем месяце, то есть в июне. И если мы сейчас посмотрим на вероятность изменения процентных ставок в этот период времени, то сможем убедиться в том, что она по-прежнему остается на высоких уровнях. И даже не то, чтобы на высоких уровнях, на уровнях, которые соответствуют фактически уже принятым решениям. То есть мы с вами, как и раньше, на тропе с прочими трейдерами высокопроцентных ставок и ждем, что эти решения будут приниматься позже в этом году. До конца этой недели у нас еще один мощный релиз, тоже он касается американской экономики, в частности, сектора рынка труда. Это нольфан-клэрлс, данные, которые будут опубликованы завтра. Безусловно, день будет, я уверен, довольно интенсивным на движении. Мы итоги, как и всегда, подведем, соответственно, в понедельник. Но заранее, завтра, еще на брифинге все проговорим и настроимся с максимальной долей вероятности на тот сценарий, который будет реализована. Ну а теперь давайте по порядку, по основным финансовым инструментам, активам. У нас по большинству, собственно, валютных пар сейчас ситуация развивается так, как нам и нужно. Но есть, конечно же, инструменты, которые пока выбиваются из нашего прогноза. И здесь, скажем, локомотивом идет фунт, который никак не хочет восстанавливаться. При этом снижение начинает немного уже нервировать, потому что это снижение практически безоткатное. Это снижение, которое нельзя приурочить, скажем, к реакции, либо недопониманию на какой-то, в связи с каким-то новостным фоном. Это больше похоже на самую настоящую куларную игру, которая явно направлена на выбивание с рынка тех трейдеров, которые делали ставку на покупки. При этом особой влажности, такой динамики, таких движений я сейчас не вижу, точнее даже особого смысла. Потому что мы понимаем, что при текущих тенденциях британской валюты, при более слабом курсе, чем наблюдали, скажем, месяц назад, у Банка Англии будет уже меньше шансов на то, чтобы снизить инфляцию и увеличить, скажем, разницу в росте доходов потребителей и как раз с ключевыми процентными ставками, скорректированными на показатели инфляции. Я надеюсь, что Банк Англии сейчас обязан, а фактически и вмешается в то, что происходит, потому что, в конечном счете, текущие уровни 1,3594, но это уже совсем, скажем, непростительные рубежи, которые могут свести на нет весь прогресс, который был показан показателем инфляции за последние месяцы. Про британца мы тоже поговорим, но сперва давайте коснемся нефтянки, которая закрыла прошлую торговую сессию снижением 73,10, сейчас актив торгуется на уровне 73,16. При этом центральным событием дня выступил правительственный отсчет по запасам нефти в США, трейдеры, собственно, эту статистику и отыграли. В частности, запасы выросли на 6,2 миллиона. Прогноз аналитиков Global Plats находился на уровне практически втрое меньше, чем фактическая цифра 1,8 миллиона, цифра реальная 6,2. До этого у нас был отсчет от Американского института нефти, тоже запасы выросли на 3,4 миллиона. Соответственно, в последнее время, знаете, сложилась такая тенденция, что между АПИ и официальным отчетом не такая уж и большая разница. И, может быть, это позволит нам накопить новый опыт, благодаря которому в следующий раз, когда будут опубликоваться данные от Американского института нефти, это статистика, которая выходит за день до официальных данных, у нас будут, возможно, более-менее конкретные ожидания того, какие цифры уже опубликуются от администрации аналитической информации. Но это такие же параллели, к примеру, как если оценивать американский рынок труда. Сначала у нас статистика EDP, которая, собственно, была также опубликована вчера, и спустя сутки после этого выходит Non-Parm Pels. И между ними периодически бывает, скажем, расхождение, но в целом, если оценить медиану, построить два графика и определить среднюю, мы поймем то, что показатели более-менее сглажены. И за редким исключением они бьются по цифрам. То есть, чтобы далеко не отходить от американской статистики, сразу хочу отметить, что на фоне вчерашних EDP у нас есть хорошее ожидание, потому что завтра не подведут данные по Non-Parm Pels. Ну, вернемся, давайте сначала к нефти. Правительственный отчет, запасы их рост, запасов нефти, бензина, объемы добычи в очередной раз достигло уровней, которые позволяют нам говорить о том, что Штаты сделали еще один большой шаг к позиции номер один среди ключевых производителей углеводородов. И, собственно, на этом мы и будем продолжать делать ставку, потому что сейчас, я думаю, что вы сами уже наверняка могли заметить, если интересуетесь нефтью, интересуетесь фундаментом, то, что на рынке все чаще звучат разговоры о том, что тот уровень добычи, который сейчас характерен для, скажем, США, для Бразилии, для Канады, то есть регионы, которые не участвуют в энергетическом факте, это уровень добычи, который не то чтобы компенсирует усилия стран ОПЕК и других регионов, которые примкнули к энергетическому факту. Это регионы, где производство нефти, роста его, превосходит даже то снижение, которое было продемонстрировано, да и показано на текущий момент участниками вот этого соглашения по снижению объема добычи. И если возвращаться к все-таки основным движущим силам, мы поймем, друзья, то, что рост котировок нефти больше сейчас основан на каких-то спекулятивных темах, на форс-мажорах, на геополитических рисках. Но если этот внешний шум удалось бы нам убрать и не оторговать, не говорить о нем, то цифры и реальные показатели того, что происходит с спросовым предложением, создали бы уже давно условия для долгосрочного ослабления, цен на нефть. А вот что касается спекулятивного подъема, то сейчас самая актуальная и живая тема – это будут ли США вводить санкции против Ирана. И, скажем так, выйдут ли Соединенные Штаты Америки из соглашения по ядерной сделке из Игерана. Это решение будет принято до 12 мая. Соответственно, сегодня у нас на календаре уже 3 мая. Времень неуклонно движется вперед. Истекает вот этот период, когда Трампа все-таки порадует рынок фактическим вердиктом. Неизвестно. Это может произойти в любой момент времени. Поэтому мы должны быть и готовы. Сценария 2. Соответственно, если Трамп все-таки продолжает гнуть прежнюю линию, которая направлена на периодическое усиление геополитических рисков и раздувание вот этой неопределенности, которая очень сильно ассоциируется с его президентством, то тогда трейдеры, которые спекулируют нефтью, тут же, скажем, навалятся на этот актив, на бренд WTI, будут его дальше покупать, потому что введение санкций против Ирана это потенциальное ограничение предложения на глобальном рынке, потому что если Иран выпадет из поставок, то рынок может не досчитаться, как мы говорили, собственно, накануне, до 1 миллиона баррелей в сутки поставок. Ну и другой сценарий, если Трамп все-таки будет более благоразумным, сделка с соглашением по ядерной программе по Атому продлят. И никаких санкций в адресе Ирана не последует. Этот спекулятивный фон и фактор спекулятивной поддержки Донецкой тут же уйдет на второй, даже на десятый план, и у нас останется только, друзья, статистика, которая не где-то, скажем, далеко, совсем рядом. У нас каждый день свежие, актуальные цифры, мы их анализируем, мы держим их про запас, и, я думаю, будущими медведями с удовольствием, если на рынке появится возможность не говорить о геополитических рисках, будем отыгрывать все эти данные для того, чтобы детянку продать. Я предлагаю сделку селлимит 73.70. Это по инструменту бренда. Надеюсь, даже в случае локальной восстановительной коррекции, то есть восходящего движения, мы достигнем вот этого уровня активации отложенного ордера и сможем уже в конечном счете фокусироваться на старых ориентирах, которые предполагают продаж. Хочется поймать максимально лучший уровень для того, чтобы снять не только основной потенциал прибыли, но и, соответственно, сливки этой короткой козди. Рубль 64.01. Я думаю, что восстанавливаться на российской валюте вовсе не имеет сейчас смысла. Действия российских монетарных властей, собственно, прозрачны и ясны, как самая чистая вода. Я думаю, что вы понимаете, каких целей сейчас пытаются достигнуть Минфин и Центральный Банк России, почему рубль сейчас на таких значениях. Но я надеюсь также, что вы понимаете, что произойдет с рублем, если нефть лишится там от 5 до 10%. И раньше мы с вами ориентируемся на показатель 65. С учетом того, что пара доллар-рубль уже в непосредственной близости от данного рубежа, я думаю, что можем даже ориентироваться уже на уровне повыше, потому что здесь самый настоящий тренд, который направлен на расслабление курса российского валютного актива. Доллар японская иена. Здесь день, а вчерашний можно разделить, скажем, на два важных таких временных фундаментальных отрезка. Это когда мы следили за статистикой по рынку труда. ДП отчет не разочаровал. 204 тысячи, собственно, лучше, чем то, что мы надеялись увидеть по прогнозам. 200 тысяч, друзья, сразу хочу сказать. Это замечательные показатели, которые явно указывают на сохраняющийся прогресс в рамках американского рынка труда. И хорошо, что эти данные у нас вышли перед non-farm barrels, то есть мы еще раз убедились в том, что новые рабочие места создаются. Теперь ждем официальные цифры, рассчитываем на то, что они также будут не хуже. То есть если прирост составит 200 тысяч и больше, я думаю, что американские облигации уж точно перевалят 10 лет и снова за 3%. Ну и второй временной интервал, фундаментально значимый для доллара, скажем еще с наследием ожиданий, это решение по процентной ставке по итогам двухдневного заседания. То есть это заседание от ФРС, которое было начато еще в авторник, в среду, соответственно, подводятся итоги. Ставку оставили на прежнем уровне 1,75%. То есть это решение, оно было прогнозируемо, оно было ожидаемо. Мы, в принципе, изначально планировали увидеть изменение процентной ставки не сейчас, а позже. Как минимум в тот момент, когда за решением по процентной ставке еще и идет пресс-конференция. В этот раз пресс-конференции не было, и мы помним позицию еще Джанета Ерин, которая до Джерома Пауэлла занимала постпредседателя ФРС, что ставки меняются только в тот момент, когда у руководителя есть возможность ответить на вопрос. Если не было пресс-конференции, соответственно, мы хотя бы только из-за этого не настраивались на какие-то серьезные изменения, которые могут произойти, собственно, с основными параметрами денежно-кредитной политики. А вот собрательное заявление было, и его риторика, в принципе, тоже совпала с нашими ожиданиями. По ставке это решение не нагласно. Представители ФРС отметили то, что ситуация в экономике улучшается, экономика расширяется. При этом был подчеркнут тот факт, что потребительский расход, активность потребителей в прошлом квартале оказалась хуже, чем в четвертом, но были и компенсаторы. Это вот этот самый прогресс на рынке труда и очень серьезный, существенный рост инвестиций, который, в принципе, вкупе с рынком труда нейтрализует эффект локального спада активности потребителей и, в целом, делают картину нейтральной, то есть такой стабильной, которая, как и раньше, позволяет нам говорить о том, что американская экономика чувствует себя хорошо, даже ненормально хорошо. И если, собственно, потребители снова возьмут на себя не то чтобы бремя, может быть, важность такой ответственной позиции, может быть, какой-то даже социальный долг тащить экономику вперед, у американских потребителей есть все для этого, то мы увидим более сильные экономические показатели. По инфляции она будет постепенно смещаться к цели, то есть это риторика, и формулировка тоже не меняется. Сроки 5 ватт, и их конкретно никогда не обозначали, когда цель инфляции будет достигнута. Но вот единственное изменение, которое произошло по сравнению с прошлым заявлением, то, что инфляция будет симметричной. И лично, честно говоря, друзья, я не понял эту формулировку, поэтому мне пришлось обратиться за консультацией к своим коллегам. Ну, на основании того, что мне сказали, суть такой формулировки заключается в том, что инфляция будет соотноситься, или лучше сказать, решение будущего процентным ставкам будет соотноситься с выходящими публиковыми макроэкономическими расчетами. И эффект симметричной инфляции заключается в том, что сейчас на рост инвеса от потребительских цен, которые мы наблюдали, американский регулятор будет, возможно, обращать меньше внимания, чем мог бы. Но симметричность и сути этой формулировки заключается в том, что ФРС будет меньше обращать внимания на рост инфляции, точно так же, как и раньше, меньше обращал внимания на снижение потребительских цен. Ну, не знаю, действительно ли этим можно точно объяснить, что имелось в виду представители ФРС при данной формулировке. Ну, а может быть, это и несутся влажно. В целом, по поводу процентных ставок и ожиданий того, будут ли они меняться, ничего существенно не изменилось. У нас остаются по-прежнему июнь, сентябрь и декабрь 2018 года, то есть три влажных значимых заседания с пресс-конференциями, когда, я думаю, что американский регулятор ставки все-таки решение о повышении ставки будет принимать. Поэтому доллар и японская иена, реакция была неоднозначной, мы увидели и ослабление, и последующий рост. Сейчас доллар иена находится на отметке 109.66. Ну, планки 110 мы все-таки коснулись, как и планировали. Я рекомендовал все-таки пофиксить определенную, может быть, даже львиную часть позиций. Может быть, кто-то из вас это сделал, может быть, продолжают верить, собственно, как и я, потому что доллар заберется и выше. Для тех, кто все-таки зафиксировался, может быть, даже и всю позицию и снова присматривается к покупке пары доллара японская иена, предлагаю снова купить с отметки 109.30, то есть дождаться еще небольшой коррекции, если она будет. Ну и, разумеется, ориентироваться основа на показатели уже 110, ну и даже в целом можно уже оставить на уровне 112 и повыше. Я буду находиться в этих длинных позициях и держать вас в курсе. Но, друзья, открытие сейчас новых позиций по доллару японской иены сопряжено с большим локальным риском, потому что прямо в текущий момент администрация Трампа, представители, скажем, переговорческого комитета, которые были посланы Дональдом Трампом, прибыли в Китай, и сегодня-завтра будут идти, я надеюсь, крайне продуктивные переговоры и какие-то решения, может быть, заявления, комментарии уже последуют и под конец текущей торговой сессии. Ну, скорее всего, основной итог этих переговоров нас ожидает уже завтра. Поэтому хочется верить в то, что мы снова не вернемся к росту геополитической неопределенности торгового характера между США и Китаем. Хочется верить в то, что ничего на этих переговорах не намудрят, и Китай не будет проявлять активность в плане новых импортных пошлин, и США не выкинут какой-нибудь новый сюрприз, относительно увеличение и ассортимента наименования товаров и так далее. Хочется, чтобы стороны признали тот факт, что можно находить общий язык, можно договариваться и, скажем, уступать друг другу, возможно, через новые торговые соглашения. И не нужны эти новые импортные тарифы, которые заставляют рынок весь, собственно, колыхаться и говорить о том, что мировая экономика уже вступила на тапу полноценной торговой войны. Поэтому если все-таки итоги будут результативными, позитивными, рост доллара продолжится, и все будет так, как мы с вами прогнозируем. Но есть и возможность реализации негативного сценария, когда стороны не договорятся и повысится спрос на защитные инструменты. В этом случае доллар, разумеется, проиграет. Я делаю ставку, друзья, на первый сценарий, поэтому длинная позиция по-прежнему актуальна. Евро против доллара тоже ничего не меняется. Мы по европейской валюте снижаемся, все ниже и ниже. Лучшие причины для того, чтобы продавать евро, хоть отбавляй, это слабые данные, это позиция Европейского центрального банка по поводу важности мягкой экономической политики, контраста доходности немецких облигаций, американских. Статистика слабая, вы сами вчера видели ВВП. В квартальном и годовом выражении спад сегодня, кстати, у нас индекс потребительских цен 12.00 по московскому времени. Соответственно, в том случае, если инфляция снова снизится, и это будет еще одним доказательством того, что до конца этого года Европейский центральный банк даже не поднимет, не посмеет поднять вопрос о том, чтобы вернуться к возможности обсуждения и снижения программы количественного смягчения и повышения процентной ставы. То есть риторика будет оставаться мягкой. Поэтому сейчас все евро прочь от сохранения нисходящей динамики вплоть с уходом там ниже отметки 1.17. Фонд против доллара сегодня очень важный день, поскольку в 11.30 практически через полтора часа нас ждут данные по активности в сфере услуг. Напоминаю, что на этот сектор приходится 80% всего экономического роста и реакция, соответственно, трейдеров будет крайне очевидной. Мощный, потому что вчера на индекс активности в строительном, а секторы и трейдеры отреагировали довольно активно, вы тоже это наверняка заметили, если спекулируете фунтом. Если уж на строительство такая реакция была, то на сферу услуг мы сегодня, в принципе, можем рассчитывать на движение больше, чем на фигуру или даже полторы. По прогнозам, данные по индексу активности в сфере услуг не разочаруют, так же, как не разочаровал вчерашний строительный сектор. И если ожидания будут оправданы, то сегодня мы наконец-таки сможем наблюдать восстановление позиций британской валюты, восстановление, которое сейчас ой как нужно, потому что чем, скажем, выше сейчас заберется британская валюта, тем больше шансов будет на то, что в мае банк Англии все же повысит процентные ставки. По австралийцу идея, друзья, можно продать через отложку с реллимита 0.7550 против доллара, по новозеландцу с реллимит 0.7050, то есть уровни схожие, динамика и 8, копирку. При этом по австралийцу я ориентируюсь на решение прежнее по процентной ставке и сопровожденное заявление о том, что инфляция остается низкой, в связи с чем будет оставаться прежней и экономическая политика, которая является сейчас мягкой и не может подразумевать ничего, кроме как дешевой валюты. Поэтому по австралийцу, друзья, я думаю, что мы с вами раньше ориентировались на цель 0.75, мы ее делали, сейчас можно снова продавать и ставить уже на уровне примерно в районе 0.72-0.73. Для новозеландского доллара это значение по потенциалу снижения сопоставимой, то есть тоже 200-300 пунктов, продавая с отметки 0.7050, будем ловить бару на уровне 0.68. Из важных отчетов, повторяю, сегодня в 10.30 ждем данные, точнее в 11.30 по активности в сфере услуг Англии, далее у нас инфляция в еврозоне в 12.00, в 18.00 индекс активности в сфере услуг АИСМ, еще одна, скажем так, статистическая прелюдия перед ДМО Фармфорл, с которой мы будем с вами разбирать завтра. На этом, собственно, все, большое всем спасибо за внимание, отдельно благодаря тем, кто нашел время присоединиться к, собственно, брифингу в прямом эфире через Апиэскоп, завтра мы с вами снова встретимся, тоже в прямом эфире в 9.30 по московскому времени, будем разбирать то, как поведет себя фундамент на текущей торговой сессии, где окажутся финансовые инструменты, ну и, безусловно, еще раз поговорим, актуализируем новостной фонд, который может повлиять на статистику Фармфорл, которая завтра, безусловно, будет задавать тон не только в динамике доллара, но и во всем спектре финансовых инструментов, от облигаций до фондовых рынков тоже. На этом, собственно, все, большое спасибо за внимание, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok